На севере Ирака курды голосуют за независимость, несмотря на протесты официальных властей и соседних стран. Багдад и особенно Анкара осуждают любые попытки основать независимый Курдистан. Почему, поясняют наши корреспонденты. Праздник, которого ждали столетия. Курды ликуют, сбылась мечта поколений и у народа появился шанс обрести независимость. На севере Ирака открыли около 12 тысяч избирательных участков. 5 миллионов курдов, которые проживают в автономном регионе, могут проголосовать за его независимость. И, как свидетельствуют предварительные опросы, придут на участки. Этот референдум не для того, чтобы проложить границу Курдистана. После голосования мы готовы начать диалог с Багдадом. Мы готовы ждать, сколько понадобится. Год, два, может и больше, если увидим, что диалог и вправду возможен. Тем временем правительство Ирака категорически против референдума, поэтому закрыло границу с автономным регионом. В Багдаде считают, что голосование дестабилизирует ситуацию в стране и усложнит борьбу с ИГИЛ. Мы не отказываемся от нашего курдского народа, но мы против этого сектантского и российского государства. Ирак для иракцев, и мы не позволим никому бесчинствовать на нашей территории. Но главная причина. На территории Курдистана сосредоточены большие запасы нефти, около 45 миллиардов баррелей. В прошлом году доля топлива из региона составила 12% от общего экспорта нефти из Ирака. Перекрыть трубопровод курдам из-за референдума грозит турецкий президент Эрдоган. В Турции тоже живет большая община курдов, а рабочую партию Курдистана в стране считают террористической. Посмотрим, через какие каналы северо-иракское региональное правительство будет отправлять свою нефть. И где оно будет ее продавать. У нас кран. Вот закроем и все дела. Против референдума выступили и в Совбезе ООН, и в США, опасаясь дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Но курдов это не волнует. Они верят, что наконец смогут жить в своей собственной стране. Нас ждут экономические трудности. Но хуже, чем в 1992 и 2003 годах, когда у нас не было даже хлеба. Но мы не подчинились Саддаму Хусейну. Людмила Панасюк, Дмитрий Евчин. Подробности телеканал Интер.